Технические проблемы Технические проблемы страшны не сами по себе, а тем, что поломки происходят внезапно. Впрочем, винить в этом следует не технику, а ее владельца, который безжалостно гоняет ее по ухабам и болотам, а за ремонт берется лишь тогда, когда что-нибудь отвалится. Регина, похоже у нас рассыпался подшипник колеса. Серьезно? А что такое подшипник? Первая мысль, которая приходит в голову в таких случаях, а что ж мы раньше-то не досмотрели, не проверили машину и отправились в поход с болтающимися колесами. Кажется, ситуация безвыходная, и остается только вызывать вертолет и эвакуироваться. Однако, если вы не боитесь испачкать руки, с ней вполне можно справиться собственными силами. Первым делом надо избавиться от остатков разрушенного подшипника. Вынимаем из кулака стопорное кольцо и выбиваем обойму молотком или любым подходящим тяжелым предметом. Теперь нужно подобрать небольшое бревнышко подходящего диаметра и выпилить из него цилиндр, точно соответствующий размерам подшипника. Гнилушки в дело не пойдут, но и живые деревья портить не стоит. Если тщательно поискать, всегда найдется что-нибудь подходящее. В нашем случае это елка, поэтому мы и назвали наше изделие ее подшипник. Выбор дерева не имеет принципиального значения. Это может быть Б-подшипник из березы или Д-подшипник из дуба. С первого раза вырезать подшипник может не получиться, поэтому надо запастись не только материалом, но и терпением. Деревянную заготовку следует подогнать так, чтобы она входила на место подшипника плотно и не болталась. Запрессовываем ее ударами молотка и устанавливаем на место стопорное кольцо. Теперь остается только выбить центральную часть деревянного цилиндра, используя подходящий по размеру гаечный ключ. Кажется, у нас все получилось. Остается только смазать и собрать все как было. Не жалейте смазки. За неимением последней подойдет даже солнцезащитный крем. Лучше всего работает графитная смазка или смазка ШРУС. Они наиболее стойки к вымыванию водой и обеспечивают отличное скольжение. Ресурс такого деревянного подшипника как минимум несколько десятков километров. А этого чаще всего вполне достаточно, чтобы самостоятельно выбраться из леса. Редактор субтитров А.Семкин